Божьи слова на каждый день Это было связано с тем, что их существование не нарушалось влиянием со стороны сатаны, яда сатаны у них не было, и они были самыми безупречными людьми. Они жили в Эдемском саду, не запятнанные никакой скверны, не были одержимы плотью и жили в благоговении перед Иеговой. Впоследствии, когда они подверглись искушению со стороны сатаны, на них подействовал яд змея, у них возникло желание предать Иегову, и они стали жить под влиянием сатаны. Вначале они были святы и почитали Иегову, только тогда они были настоящими людьми. В дальнейшем, после того, как сатана подверг их искушению, они съели плод дерева познания добра и зла и стали жить под влиянием сатаны. Сатана постепенно растлевал их, и они утратили изначальный облик человека. В самом начале в человеке было дыхание Иеговы, в нем не было ни капли непокорности, и в его сердце не было зла. В то время люди были по-настоящему человечными. После того, как сатана растлил человека, человек стал животным. Его мысли преисполнились злом и скверной. Ни добра, ни святости в них не осталось. Разве не таков сатана? Ты пережил значительную часть Божьей работы. Однако ты не изменился и не очистился. Ты до сих пор живешь под влиянием сатаны и по-прежнему не покоряешься Богу. Речь о том, кто был завоеван Богом, но не был усовершенствован. Почему говорится, что такой человек не был усовершенствован? Потому что такой человек не стремится к жизни или к познанию Божьего труда и ничего другого не жаждет, кроме как плотских удовольствий и сиюминутных утех. В результате не происходит никаких изменений в характере жизни таких людей. И они не вернули себе первоначальный облик человека в том виде, в каком Бог его создал. Такие люди являются живыми трупами. Это мертвецы без всякого духа. Те, кто не стремится к познанию значимых факторов в духе, кто не ищет святости и не стремится воплощать истину в жизнь, кто, если говорить о минусах, не возражает разве что против того, чтобы его покорили, кто не способен провозглашать истину, воплощать ее в жизнь и становиться одним из святых людей, это те люди, которые не были спасены. Ибо если человек существует без истины, он не в состоянии выстоять во время Божьих испытаний. Только те, кто может выстоять во время Божьих испытаний, являются спасенными. Что мне нужно, так это люди, подобные Петру, люди, которые стремятся к тому, чтобы их усовершенствовали. Сегодняшняя истина дается тем, кто жаждет и ищет ее. Спасение это даруется тем, кто жаждет быть спасенным Богом. Смысл не только в том, чтобы вы его обрели, но также и в том, чтобы Бог мог вас обрести. Вы обретаете Бога для того, чтобы Бог мог обрести вас. Сегодня я высказал вам эти слова, и вы их услышали, и вы должны практиковаться в соответствии с этими словами. В конечном счете, если вы воплотите эти слова в жизнь, настанет момент, когда я обрету вас посредством этих слов. В то же время вы в свой черед обретете эти слова, что означает, что вы обретете высшее спасение. Как только вы очиститесь, вы станете настоящим человеком. Если ты не способен воплощать истину в жизнь, если не способен воплощать в жизнь образ того, кого сделали совершенным, в таком случае можно сказать, что ты не человек. Ты живой труп, животное, потому что у тебя нет истины. А это значит, что у тебя нет дыхания иеговы, следовательно, ты мертвец, у которого нет духа. Несмотря на то, что свидетельствовать возможно после того, как ты покорен, то, что ты обретаешь, это лишь небольшое спасение, и живым существом, обладающим духом, ты не стал. Несмотря на то, что ты пережил обличение и суд, твой характер в результате не обновился и не изменился. Ты все тот же, что и прежде. Ты все еще принадлежишь сатане и не являешься тем, кто прошел очищение. Ценность имеют только те, кто был усовершенствован, и только такие люди обрели истинную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok